Друзья, привет! Видео снимала в двух магазинах Фикс Прайс, Индустриальный 34 и Энтузиастов 33 Санкт-Петербург. Покажу вам новинки и полезные товары в этих магазинах. Приятного вам просмотра! Вновь привезли веточки Сакуры, белые и розовые, очень длинные, 65 сантиметров и цена 79 рублей. Для детей привезли классный игровой набор, генератор мыльных пузырей, светодиодный, со световыми эффектами и получается очень много мыльных пузырей. Мыльный раствор, кстати, входит в набор. Работает от батареек, которых нет в комплекте. Есть два вида генераторов, к сожалению, цены пока не было. Набор декоративных наклеек, 10 штучек в наборе. Наклейки объемные, тема Космос, 59 рублей. Посмотрите, какие красивые вертушки привезли, 50 сантиметров, все блестят, переливаются, 55 рублей. Новые свечи поступили, называются Узелок. Свечи не ароматические, есть белые и голубые. Материал парафин, 199 рублей. Шкатулка имеет три секции, откидные, размер 23 на 8,9 сантиметров. Это морская тема, материал ЛХДФ и краска. Можно использовать для бижутерии, для косметики, для разных мелочей. Три разных шкатулки, цена 149 рублей. Посмотрите, какие симпатичные новые корзинки, 23 на 16 и 11 сантиметров, имеют две ручки. Есть розовые, светло-бежевые, голубые, серые. Подходят только для хозяйственных мелочей, 99 рублей. Металлические щетки, три штучки, для осильных загрязнений, с разной степенью жесткости, 55 рублей. Металлические корзины навесные, на дверцу, есть черные и белые, 124 рубля. Окрашенная сталь. Крючки две штуки, наклейка и основе, материал ПВХ и полиэстер. Есть фон белый, прозрачный и серый, 55 рублей. Поступили рулонные шторы, посмотри, какие красивые они с цветами. 40 на 175 сантиметров. Крепление входит в набор, плотность 170 грамм на квадратный метр. Есть вот такой вариант и вот такой, тоже очень красивый. Россия, 399 рублей. Но ничего себе новинка, чего только не придумают. Тут тряпки для уборки 4 штуки, 30 на 20 сантиметров, разного цвета. И они упакованы в разбрызгиватель. Тряпочки есть разного цвета. Сделаны они из полиэстера, 124 рубля. По просьбам моей уважаемой подписчицы, показываю солнечные очки. Выбор совершенно. Небольшой, взрослые, вот с такими оранжевыми стеклами. И детские, с черными. По 149 рублей. Зажимы для волос. Шесть штучек в наборе сделаны из окрашенной стали. Есть золотого цвета. Черные и бронзовые. 99 рублей. Вот поближе показываю черные. Ключки, две штуки в наборе. Я думала сначала деревянные, но нет. Это полипропилен, покрашен под дерево. А вокруг ободок и сам крючок сделан из нержавеющей стали. 79 рублей. Поступили трусы детские на девочек. 92% хлопок и эластан. Производитель Москва. Посмотрите, какие хорошенькие. Даже с котиками есть. Под ними стояла цена 79 рублей. Но может быть, это неправильно. Очень хорошего качества. Боксеры подростковые. 95% хлопок и лайкра. Производитель Кыргызстан. И акулы тут есть. В общем, большой выбор. 99 рублей. Широкая эластичная резинка. Детские шорты для плавания. Материал полиэстер. Производитель Кыргызстан. Почти все разобрали. Остались рыбами, с пальмами. 299 рублей. Женские трусы украшены небольшим кружевом. 92% хлопок. Есть в горошек трусы. А есть однотонные. Просто отличное качество. Однотонные тоже. 92% хлопок. Стоят они 199 рублей. Качество просто отличное. По-моему, большие размеры. Вот такие красивые, короткие носочки я вам уже показывала. Здесь и собачки, и котики, и пирожные, и мороженое. Стоят они 79 рублей. На лето самое то. Яркие, красивые. И вот такие носочки. Привезли очень много с кочками. Очень короткие. Стоят 62 рубля. И вот такие носочки также привезли сердечками. Очень тоненькие. Я купила две пары. Я вам показывала. Просто рекомендую. Классные носки. Жаль, что нет чисто белых. Еще бы купила. 62 рубля. Ну и, конечно же, теперь в каждом магазине насадка для душа. 199 рублей. 5 режимов. Крем-краска для волос палет. Сюда также приехала. С маслом какао. Овсяным молочком. С маслом ши. С маслом кокоса. Без аммиака. 149 рублей. Симпатичные расчески щетки для волос. Вот с таким объемным декором. Стоит 124 рубля. Посмотрите, какие красивые. Разные расцветки. Разный декор. Также привезли вот такие небольшие совсем расчесочки. С золотыми элементами. 149 рублей. Поступили классные блокноты. 64 листа в твердом переплете. Формат А6. Есть закладка. Посмотрите, какие странички. Светло-светло-бежевые. Есть в линейку. Есть в клетку. Есть просто чистые листочки. Очень много кроссвордов. Загадок. Игр. Интересных заданий. Есть место, чтобы записать свои мысли. Вести дневник. Можно взять с собой в дорогу, в отпуск. И записывать свои наблюдения. Цена такого блокнота 99 рублей. Фонарь светодиодный, аккумуляторный, с кабелем USB, со светоотражающими элементами. 349 рублей. Я предупреждаю. Город сам выбирает. Нужно завтра попробовать. В отдел посуды опять поступили подставки для столовых приборов, дерево и металл. 199 рублей. Очень много привезли. Также подставки для организации хранения по 299 рублей. Деверево и металл. Посмотрите, сколько корзин привезли. Еще те не разобрали, а эти уже привезли. Подносы с ручками для подачи фруктов. 249 рублей. Разделочная доска плюс нож. 116 рублей. Иранские салатники, емкости для соли, джемницы. Все есть в большом количестве. А посмотрите, сколько досок всевозможных. И бамбук, и массив дерева. Все, все есть. Кружка 410 миллилитров. Серединка белая. Это фарфор. Очень симпатичная. Они были когда-то в продаже. Три дизайна. 87 рублей. Блюдо овальное. 23 на 30 сантиметров. Это упрочненное стекло. Красивое. Производитель Иран. 149 рублей. Стаканы красивые стеклянные. 315 миллилитров. И есть 385 миллилитров. Очень красивое дно. По 79 рублей. Сито с ручкой. 38 сантиметров. Нержавеющая сталь и дерево. Просто отличное сито. У меня такое уже второй год. Смотрите, сколько много привезли. 149 рублей. Ершик для туалета. Плоский. 37 сантиметров. Разные расцветки имеются. 116 рублей. 24 у меня 70 копеек. Новые вешалки. Наборе 3 штуки. Посмотрите. Там внутри золотистые вкрапления. Очень симпатичные. Легкие. Есть зеленые. Есть золотистые. И белые прозрачные. 116 рублей. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Мы находимся в доме Половцева. Это дубовый зал. Домашняя библиотека. Она изготовлена во Флоренции. Отделка библиотеки выполнена в стиле ренессанса. С дубовыми резными панелями, дверьми, шкафами. На второй ярус в библиотеке шла небольшая винтовая лесенка. А для подъема книг был устроен подъемник. Ну, а главным украшением, конечно же, является мраморный камин 16 века. В флорентийской работе интерьер почти полностью сохранен. Но пришлось немного уменьшить комнату, левую сторону. Так как во время войны туда попал снаряд. Наш снаряд случайно. И пришлось разбирать этот угол и немного уменьшить комнату слева, как я говорила. И зато реставраторы обнаружили, что этот кабинет создавался без единого гвоздя. Все делалось без гвоздей. Вот так вот, друзья. А сейчас это самый известный зал. Это парадная столовая. Бронзовый зал. Все вошли и просто рты раскрыли, ахнули и не могли дышать. Экран телефона, конечно, всего не передает. Обязательно побывайте, если приедете в Петербург. Аналогов такого интерьера в Санкт-Петербурге больше нет. В отделке стен использовано 11 видов мрамора. А все декоративные элементы выполнены из бронзы. В зале нет окон, но солнечные лучи попадали через большое световое окно. Фонарь. Наверху. С золочеными решетками. Друзья, вы только посмотрите. Ну как это может быть? Создано руками человека. А это всего лишь столовая. Друзья, я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всего вам самого-самого хорошего. И пока. Любуйтесь. Парадная столовая. Парадная столовая? Ужжный зал. Именно так называл его хор. Ужжный зал. Площадь зала 165 квадратных метров. Обалдеть. Высота потолка здесь 10 метров. Окон нет. Свет весь попадает через потолок, через световой плафон. Сверху его закрывает стильлянный купол, как пирамида. Со стороны зала плафон поддерживает орнаментальные лета и решетка, изящные корни. Остануще хозяина, конечно, говорили, но они не сохранились. В советские годы вот эти пролеты были натянуты просто серым толстом. А сейчас перед вами современная работа. Это диплом выпускника Академии художеств Арсения Фоминет. Картины из серии «Любой два года». Появились они в 2011 году. Ну, мы с вами давайте вернемся в дальнейшую архитектуру. Там внизу инструменты, которые необходимы архитекторам для работы. Два плана зданий и дата 1890 год. Год начала работы. Один план БУПП – это этот особняк. А другой план – называемый профильный мужской план. Ого, посвященный скульптурой. И под ним дата – 1892 год. Год окончания работы. Когда наверху, вот на этом широком балконе, уже находится зимний сад. Одиннадцать видов мрамора. Зал Леонардо Гавинча в Эрмитаже. Юсуповский дворец. Экд дом. Фон для рисунка – это черепаховый панцирь. Сверху – тончайшие пластинки дерева различных форм. Рисунок. Дерево толщиной 2-3 миллиметра. Дерево уникальное тем, что каждая половинка – это произведение искусства. В зале гусен поломена. Они все разные. И также в технике рисунок. Полностью сохранилась она его прикрыли ковром. И также вышел фильм «Онегин» перед 8 марта. Здесь был бал. 30 лет делают. Александр Александрович в 60. Он уходит в отставку. Должен стать суперзаря, императора. 30 лет. Да как в жизни он будет заниматься своей любимой? Все натурально. Все того времени. Боже, 30 лет делали эту комнату. О, господи. Субтитры создавал DimaTorzok. Не играл еще. Жаль.